Привет, друзья! Ставьте лайк и также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Ранее у Павла уже случались интрижки на стороне. В 18-м, когда он попал в тюрьму, Алана узнала, что до заключения он изменял ей. Но самое интересное, сейчас эта девка переживает, что была не единственная. Она строчит ему письма в тюрьму, говорит, что он ее обманул, что у него любовницы были, типа жена его не смущала. Она уверена, что у них отношения, рассказывала тогда жена Мамаева. Алана смогла простить Павла, и после его освобождения их отношения стали даже лучше, чем когда-либо. Я реально заново влюбилась в своего мужа. У нас все классно, отличный секс и взаимопонимание. Если все на карантине переругались, то у нас, напротив, все идеально, делилась Алана в интервью «Точки над И». Также напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин провели в тюрьме почти год. Оказались на свободе они в сентябре 2019-го. Сразу после выхода из места заключения Кокорин отправился играть за клуб «Сочи». А теперь он подписал контракт со «Спартаком», где ему будут платить около 3 миллионов евро в год. Павел Мамаев, в свою очередь, год назад стал полузащитником Ростова. Ему там платят 600 тысяч евро в год. Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали за избиение водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, Виктора Соловчука. Кроме того, они подрались и с чиновником Минпромторга Денисом Паковым, руководителем Центрального научно-исследовательского автомобиля и Автомоторного института Сергеем Гайсиным. Следствие по делу продолжалось больше двух месяцев. Отбывали наказание все участники случившегося в Белгородской области в исправительной колонии номер 4, но при этом Денис Пак говорит о том, что простил спортсменов и дает свое согласие на то, чтобы их освободили. В 19-м футболисты смогли выйти на свободу, так как суд принял решение освободить их условно-досрочно. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил о том, что Кокорин и Мамаев заслужили УДО, так как за время ареста внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички Инстаграма, Фейсбук, ссылки в описании.